хоба привет с вами доктор блат я уже все тут накидал к себе в новый фолдер и вдруг значит думаю так я открою яха news что там такое а там на первой странице белый дом парализован опа вот это да уже там никто не работает только скандалит и уже ну короче ну из-за этого вот из-за украинских дел до из-за того что трамп переговорил зеленским но надо же надо же парализован все у нас нет власти ребята в америке нет власти у нас потому что я живу в америке то собственно ее не было вот уже сколько лет пока этот реже сидит там белом доме ладно вот хорошие новости путин может распустить госдуму и отправить кабинет министров в отставку вот так вот ребята путин может распустить госдуму а зачем она нужна и тоже и это самое то вот я читаю да я читаю когда это было это было 16 декабря 2018 года следующий путин не исключил что госдуму распустят из-за дефицита бюджета это было когда это в октябре 18 года готовится ли путин распустить государственную госдуму так а это это когда был когда это было 2000 2000 какой год 2013 год ребят слушайте второй день мне уже вот накидывают накидывают что правда путин хочет распустить госдуму правда а доктор скажите а правда вот подняли вот этот фейк старый старый но ответить 2013 году еще это был не собирается распускать госдуму ему вообще по барабану никак не понимаете путин вообще страной не управляет совсем вот от слова совсем ему все пофиг он ездит на какие-то похороны он туда он сюда он даже уже не воюет ему уже все надоело до страшной степени да и вы думаете он будет предпринимать какие-то шаги да пофиг ему все а пенсионный возраст поднимут да без него он там сказал и сделает царь царь приказал и все да как и знаете этого анекдот маша с мишей да вот маша спрашивают у миша миша а чё вот царь вот так же как мы занимается любовью не да что то что царь царь прикажет и кого надо тратнут вот и все чё у меня тут судья криворучка опять а про где грету томберг но это у меня просто моя статья вернее ролик про криворучка мне тут кстати правильно напомнили что это криворучка она давным-давно под санкцием она замешана еще она давным-давно замешана это криворучка но вернее ты не женщина это мужчина кстати в дмитрию родился вот подлец какой так док чего плохо что плохого говорит грета тумберг слушайте она вы чё не знаете но вы почитайте про нее эта девочка не в себе у нее психическое расстройство вот неужели вы думаете правда что вот она так как-то переживает даже даже кушать не может да вот даже кушать не могу да бросьте вы но это все театр это ну кто-то ее запустил ну это же ну какие вы странные какие-то русские русские вы чё такие странные путину верите этой грете тоже верите и мне тоже верите никому не надо верить нужно вот как мне сегодня одна дама взяла и написала я вчера визу получила в америку вот она правильно делать ну ладно хорошо тумберг забудьте про нее потому что человечество о ней забудет через пару недель все вот это все что хотел сказать путин ответил на претензии грузинской журналистки в ереване какая-то грузинская журналистка выкрикнула когда вы начнете выполнять свои обязательства взяты в 2008 году когда выйдут войска из оккупированных территорий грузии выкрикнул корреспондент ее слова приводят спутник армении во вторник 1 октября путин туда поехал а чем туда поехал в армению зачем-то поехал вот даже непонятно я гран он мотается как цветок в проруби туда-сюда ну скучно ему стало давай бы даже и не сам может быть каких-нибудь этих двойников о чем я ответил да какая разница он что умный что-нибудь когда-нибудь отвечал нет она утонула всю суд отказался досрочно выпустить из колонии протасовицкого осужденного вместе с кокольным и мамаевым ну правильно все они-то ушли на друга им начхать они кстати никак так и не устроиться вот футбольную команду в какую-то они же больше ничего делать не умеют только деньги получать и мячик пинать все а их не берут вернитесь в россию как изменят налоги для богатых но в общем изменяет налоговые какие-то законы с тем чтобы чтобы богатые люди в россию мчались на всех парах вместе с своими деньгами но этой глупостью давно уже занимаются начата никто не это никто не собирается ехать в россию а зачем если у тебя все есть например в америке или даже во франции российские сэпэгэ атаковали рикошетом какой-то санкции сша лишает ямал сэпэгэ 3 флота короче смысл какой щас объясню новые санкции сша да и они ударили по проекту новотека ямал сэпэгэ проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота 6 сэпэгэ танкерф ну вот я вам говорил вчера что вчера и позавчера что санкции сша да ну вроде там всего-то на четыре каких-то корабля а все вот ямал сэпэгэ уже как сказать уже не работает потому что они помогали кому-то они помогали в общем иранскую нефть куда-то возили и так далее американцы заметили и все до свидос и теперь с этими судами не имеет права работать американские компании граждане фактически им закрыть доступ в иностранные порты вот так вот ну кто это знаете это такой тон тонкая очень новость кто этим интересуется ну вот так да то есть эти санкции они потихонечку потихонечку хвост отрезают по частям так в босс восс это всемирная организация здравоохранения так вот там заявили о снижении потребления алкоголя в россии на 43 процента ну и я никогда не забуду как я писал вот что я был врачом в больнице в этом ну в сибири до главным врачом я писал каждый год вот отчеты да ну там я хоть более-менее что-то что-то да вот а в армии когда я служил это вообще я просто вот из головы брал данные абсолютно у меня никаких не документов подтверждающих не было ничего да и вот сейчас вот ввоз заявил на на основании наверно та информация которая идет вы из россии что в россии снижено потребление алкоголя на 43 процента да вы чё ребята да все пьют запиваются на 43 процента снижена у Значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. Ну, просто перестали писать, и всё. Ещё увеличилась средняя продолжительность жизни, и потребление табака сократилось на четверть. Да ну ё! Вот это да! Ребят, слушайте, вам лапшу вешают каждый божий день. Это где? Это Russia Today, да, Russia Today. Кто поверит, да. И вот следующее. Бабах! Это что такое? Какое-то информационное агентство новостей. Россиянки стали больше курить на фоне антитабачных мер. Вот этому я поверю. Россиянки именно женщины. Губернатор Камчатского края Илюхин предложил Навальному возглавить одно из отдалённых северных сёл региона. Ну, это знаете чё? Короче, Навальный, значит, показал ролик о заброшенной сельской котельной, которую местный министр ЖКХ объявил действующей, хотя она не работает с 99-го года. И вот на неё 20 лет тратились бюджетные деньги, а она не работала ни одного дня. Нормально, да. И вот ему предлагают, давайте, возглавьте одно из отдалённых северных сёл. Ага! Венесуэла совершила в рублях очередную выплату выданного России кредитов 3 миллиарда долларов. А в рублях это сколько? Это цифр таких нету вообще, чисел, вернее, чисел таких нету, сколько они. Да ничего они не дали, это просто сообщают, вот и всё. Господи! Украинская делегация подписала формулу Штанмайера. Ну, ребят, я вам говорил, что есть какая-то формула Штанмайера. Я не знаю, что это такое, но Леонид Кучма её подписал. Почему Леонид Кучма? Потому что он представляет Киев на встрече, на вот на этой встрече, на каких-то этих... Ой! Контактная группа по урегулированию на востоке Украины. Вот подписали. Я не знаю, хорошо это или плохо, но подписали. Ну, просто имейте в виду, да? Так, хорошо. Мужчина... А вот это уже нехорошо. Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове. Блин! Поругались с женой. И он взял, и, в общем, он не выпал, он выпрыгнул. Ну, сами понимаете, девятый этаж, да? Ой, какой кошмар. А! Я что-то вспомнил. Вот тут вот... Ну, я вам говорил уже, что записавшее видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились, да? И вот тут они, в частности, они требовали прозрачного начисления зарплат. Вот. У них, ну, такое требование было, да? Именно прозрачное начисление зарплаты. Так вот, я просто хочу сказать, я когда врачом работал там ещё, ну, в Саратове, да, каждый, в Подмосковье особенно, каждый, вот каждую зарплату, я брал, у меня калькулятор такой был, я купил себе специально, он тогда ещё что-то дорого стоил, рублей 20. Вот. Я с калькулятором шёл в это, к себе, значит, в бухгалтерию, вот, и говорил, девочки, давайте посчитаем, сколько, сколько вы мне дали денег и сколько вы мне на самом деле должны дать. И так, чик-чик-чик-чик-чик-чик, так, всё, и так, сколько в этом месяце рабочих дней, какая у меня зарплата. Это всё очень быстро, считается очень просто. Ребята, я без десятки не уходил, 10, 12, 15 рубликов мне выдавали, скрепя сердцем, как говорится, ну, я же ему всё доказывал, потому что у них есть фонд заработной платы, у них есть премиальные за то, что они экономят вот этот фонд заработной платы, понимаете, в чём смысл? Ну, ладно, я не знаю, как сейчас, но, скорее всего, ещё хуже. Вот, это я вспомнил просто своё детство галаштанное. Российскому фронтовику дадут жильё, ему 97 лет, ветеран, наконец, ему дадут жильё. Ну, это прям вот в ленте РУ, да, такое счастье фронтовику. Глава Российской Академии Наук заявил об ухудшении положения дел в российской науке. О-о-о, а я думал, её вообще нет, а там просто ухудшилось дела, оказывается. Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведённой шесть лет назад, заявил президент Академии Александр Сергеев. Да, ну и всё. Ещё хуже стало, ребята. Надо бы куда-то, да ещё хуже. Светлану Ходченкову и Семёна Шлепакова заметили целующимися в Эрмитаже. Я вот смотрю, да, ну вот тут вот, ну бывает, надо встречаться, какая-то Виктория Боня, да, ну вот это Ходченкова, Шлепаков. Ребят, вот создаётся ощущение, Бузова создаётся ощущение, что в России есть какие-то звёзды даже, что в России есть эстрада. А, с ума сойти! И вот это вот всё показывают, да, они абсолютно никому не нужны. Они не, певицы не умеют петь. Вот это Ходченкова, я её видел, как она, она не играет роль, она просто ходит по сцене и говорит слова, она больше ничего не делает. Ну разве так играет роль? И вот тут какой-то Иван Ургант, премия, Человек Года. А на самом деле, ребят, это имитация. Ничего нет, в России давно уже ничего нету, не только науки, но и культуры, но и искусства, и вообще нифига ничего нет. И я очень рад за ту дамочку, которая мне сегодня написала, доктор, я получила визу в США. Я ей желаю счастья. Всего хорошего, до свидания, я вам тоже всем желаю счастья. А счастье заключается в том, что получить визу в США. Чао, с вами доктор Влад, пока, до завтра.